Здравствуйте, рады мои. Кто вам не рад, кто здравствуйте. Все мы знаем такой факт, что человека легче научить, легко научить, но переучить это очень-очень трудно, рады мои. Так вот сейчас поговорим об образовании. Ну, так, относительно образования 9 лет. Что такое 9 лет? Смотрите, что хочу сказать. У меня вот тут это видео надо было снять неделю назад, но лучше позже, чем никогда хотелось снять неделю назад. Ну, ладно. Тут у меня вот хороший знакомый, друзья. Неделю назад к ним заходил. Вот у моей знакомой мать живет на Украине. Все родственники на Украине живут у нее. Она вот в Сибири, здесь деревня одна. И вот мать ее часто приезжала к нам в Сибирь. Ну, к дочери, к мучкам. И, рады мои, и последний раз она была в 2013 году. Вернее так, она, по-моему, в 2011-м приехала, пыталась найти работу, здесь жила, работала, пыталась найти, что-то такое. Короче, не сложилось что-то у нее тут. И в 2013 году она уехала. Женщина ни о политике, ни о чем не думала. Понимаете, как детей нарожала, жила в стране, в Советском Союзе еще вроде разделились. Ну, так вот. И вот наступил в СССР в 2012 год. Смотрите, что я спрашиваю ее. Это уже наша деревянская женщина, по-друге-то спрашиваю. Как там на Украине дела-то? И она мне вот рассказывает. Что там, они там, родственники, орут. Сначала как пустяки. Победа, орут. Ура, вот так руками мажут. А что случилось-то? Да, говорит, наши, говорит, украинцы, точка У, стрельнули в большой десантный корабль российский. Потопили, вот сразу утонул. А два корабля, которые рядом с ним были, с перепугу уплыли, блин. Победа, орут. Вот, да, вот. Это, короче, она, думаю, и пустяки. Дальше еще, что она говорит про Мариуполь. Вот, да, неделю назад. Российские войска с танков, просто от фонаря расстреливают здание, стоят просто и разрушают здание. Систематически. Все здания, так говоря, российские. Местные жители сядут в подвалах. Россияне, российские солдаты, их не выпускают. Более того, врут. Кругом заминировано. Мариупольцы, не выходите. Да, это тоже пустяки. Дальше еще, что она рассказывает там с Украины-то. И какие у зданий у этой женщины-то. Говорит, что сколько там сотен человек там сбежали в сторону Украины или тысячи в сторону Украины. И мнение такое у нее, что остальные все, мариупольские жители, граждане, там в подвалах сидят. Только те, которые, беженцы, которые в Украину бежали. Остальные все там с голоду гуманитарно умирают. Вот. Так вот, я думаю, самое страшное, смотрите, другое. Она пошла... Она живет в деревне у нее, деревня, а недалеко от Донецка. И вот когда началась вот эта военная операция-то в Донецке-Луганске-то, она практически сразу же ее... Ну, как, прошли мимо. Там никто сопределения не оказал. Деревняка маленькая, там, село какое-то. И прошли войска ДНР-то. Как бы, все как... Они даже там местные не поняли. И вот она пошла на остановку, куда-то должна ехать хотела. Она вышла, вот неделю назад, и увидела, как эта военная машина стоит, и стоит российский солдат. Так она оттуда бежала, рада моей. Бежала, она рассказывала, как-то, страху, страху. Понимаете? За 9 лет человека научили бояться русского солдата. Понимаете? Что вот эта Украина нас показала, рада моей, что нас, рады мои, легко зомбировать. Вот смотрите. Вот посмотрите. Вот даже вот это страшно становится. Посмотрите. У меня было такое видео, что доказательства нет. Вот не может вот плоскоголовый, у которого земля плоская, доказать шароголовому, что земля плоская. Он не может доказать. Шароголовый вот этот вот не может доказать плоскоголовому, что земля шар. Он не может доказать. Верующий атеисту не может доказать. Атеист верующему. Мусульманин, христианин, он ничего не может так сказать. И там, понимаете, невозможно так сказать. Знаете, почему так сказать невозможно? Потому что все это чушь собачья. Все это вранье. Все это выдумки. Вы матеря думаете? Вот смотрите, вот когда спорят люди, допустим, плоскоземельщик, шароголовым, шароголовым земельщиков, спорят. Как они друг друга называют? Один другого говорит, ты дурак, ты необразованный, ты глупец, ты ничего не понимаешь, понимаете? Вот вы со стороны посмотрите на этих людей, которые спорят. Один другого говорит, ты дурак, где ты дурак. Понимаете? Это два дурака. Мы все глупые, рады мы, все дураки. Вот что я пытаюсь объяснить так. Но доказательств никаких не бывает. Вообще невозможно доказать. Если бы были, знаете, что были бы все атеисты, или верующие, или какой-то религии, или все же люди разной знания. Повторяю, научить можно, Украина доказала, любой глупости. Человек жил в Советском Союзе, всю жизнь прожил. Человек, дети были в армии, служили, русское золото, боится российского золота, понимаете? Ей так сказали, понимаете? Ей так объяснили, ее научили. Поэтому, рады мы ей, думайте своей головой. Не слушайте никого, даже меня. Думайте своей головой. Кругом чушь собачья, маразм и обман. От науки до религии. Все. Тем более политика. Все, оставьте на религии, не на религии, напишите отзывы. До свидания, рады мы.